Здравствуйте! На портале «Экзогет.ру» с вами протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем третий стих 49 главы книги «Бытия». В ней умирающий Иаков благословляет своих сыновей, и он обращается к своему старшему сыну, к Рувиму, с такими словами «Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества». Затем продолжаются эти слова прощания, которые в себе содержат тоже печальные слова проклятия, которые он обращает к своему сыну. И в этих словах «Ты первенец мой, ты начаток моей силы, верх достоинства и верх могущества», в них содержится, конечно, какая-то немыслимая похвала и признание и внешней красоты Рувима, его потрясающие силы, почему говорится, верх могущества, верх достоинства, его благородства, его впечатляющего темперамента. И вместе с тем все это оборачивается какой-то проблемой в жизни Рувима. Попробуем разобраться, что же произошло. Когда Рувим еще был маленьким мальчиком, то он заметно выделяется среди остальных детей Иакова своей чуткостью. Он человек с чутким сердцем. Он был сыном Лии и очень сильно переживал за свою мать, испытывал горькое разочарование, зная, что его мать не является любимой женой Иакова. Это первое, что сообщается о его детстве. Когда он был ребенком, он пошел во время жатвы, пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле и принес их Лии, матери своей. И Рахиль сказала Лии, дай мне, мандрагоров, сына твоего. Мандрагоровые яблоки в то время могли выполнять роль эликсера любви. И Рувим надеялся, что это как-то сможет помочь его матери стать любимой женой его отца. Он хотел проявить о ней заботу. Это очень трогательный поступок. Но Рувим потерпел неудачу, потому что он подарил их своей матери в тот момент, когда рядом была Рахиль. И это, к сожалению, вызвало между ними только новую ссору. Следующий эпизод, в котором на сцене опять появляется Рувим, гораздо более тревожный. В 35 главе рассказывается о том, что умерла Рахиль. Ее погребли на дороге к Вифлеему. И Иаков поставил над гробом ее памятник и отправился Израиль и раскинул шатер свой за башню Гаде. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел и переспал с Валлою, наложницей своего отца. И услышал Израиль. Сынов же у Иакова было двенадцать. Сам по себе текст рассказывает в очень скупых фразах о происшедшей драме. И в нем есть какие-то странные элементы и указания. Но то, что первым бросается в глаза, воспользовавшись отсутствием отца, он совершил инцест. Он взошел на брачное ложе своего отца и переспал с наложницей Рахили с Валлой. Но если воспринимать эти слова в буквальном смысле, то Рувим совершил не просто какой-то отвратительный поступок, предосудительный поступок. Он совершил чудовищное преступление. Потому что сожительство с наложницей отца – это не просто некий проступок, но это акт предательства, который совершенно не подлежит никакому прощению. Именно об этом говорится в Библии в тот момент, когда Авесолом поднимает мятеж против своего отца для того, чтобы занять трон Давида. Ахитофил дает Авесолому такой совет – «Войди к наложницам отца твоего, которого он оставил охранять дом свой, и услышит все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки их, которые с тобою». Мы понимаем, что этот совет очень сомнительный и совсем не факт, что человек, который совершит такое гнусное преступление, получит дополнительную поддержку и симпатии тех, кто даже его поддерживал до этого. Но, тем не менее, такой прецедент уже есть. И поэтому, как же можно прочитать этот текст, если не цепляться к какому-то буквальному значению этих слов? Может быть, в реальности как-то все было иначе? Может быть, текст передает какой-то прямой речью чьи-то слухи или чью-то клевету, которая дошла до отца? А в действительности, может быть, было как-то иначе. И древние толкования говорят о том, что после смерти Рахили Яков действительно устроил себе брачное ложе в шатре Валлы, служанке Рахили, что в глазах Рувима было совершенно невыносимым унижением по отношению к его матери, потому что Лия с большими муками переживала, что Яков любил сестру больше ее. И все это было совершенно невыносимое для Лии. И поэтому Рувим взял ложе своего отца Иакова и перенес его из шатра Валлы в шатер своей матери. Глагол, который здесь употребляется, можно перевести как «взойти на ложе», а можно перевести как «переместить супружеское ложе». То есть действительно возможно представить себе, что Рувим берет ложе своего отца и переносит его из шатра Валлы в шатер своей матери. И тогда вся эта история имеет свой смысл. Вместе с тем в этом тексте говорится что-то довольно странное. Рувим пошел, переспал с Валлой на ложе отца своего и дальше «и услышал Израиль». Точка. Сынов же у Якова было двенадцать. И как будто текст прерывается на полусловии. Это очень необычный ход. Следует предположить, что в этот момент воцарилось громогласное молчание. Между Яковом и Рувимом прекратилось всякое общение. И это трагическое обстоятельство выражается в виде такой странности на уровне текста, за которой стоит одна из величайших трагедий во всей книге «Бытия». Дело в том, что Яков искренне считал, что Рувим осквернил его ложе. Именно за это на смертном одре он и произносит проклятие в следующих стихах. «Но ты бушевал, как вода, и ты не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел». Точка. То есть Рувим был стремительный, как волна. Он был гневлив и предан своим страстям, и тем самым как бы потерял свое благородство, и поэтому потерял свое право, достоинство старшего сына. И поэтому первенство будет принадлежать не ему, а кому-то другому. Этого могло бы не произойти. Это можно было бы как-то избежать, если бы в тот момент Яков попытался поговорить с Рувимом, если бы он действительно узнал правду. Но дело в том, что Яков сам вырос в семье, в которой был явно дефицит открытого доверительного общения. И поэтому в течение нескольких лет Яков считал Рувима виноватым в этом чудовищном преступлении, которого, может быть, тот и не совершал. И все лишь потому, что жалел свою мать и проявлял заботу о ее чувствах. Это приводит нас к третьему эпизоду, где опять мы видим Рувима, одновременно благородного, отзывчивого, чуткого и прекрасного, и одновременно самому трагическому из всех персонажей. Яков больше всех своих сыновей любил Иосифа, потому что он был сын любимой Рахили. Другие братья об этом прекрасно знали. Когда Яков подарил Иосифу богато расшитые одежды, это был явный знак того, что Иосиф фаворит своего отца. И братья это еще больше почувствовали в тот момент, когда Иосиф стал рассказывать сны о том, что все члены семьи будут ему поклоняться, падать ниц. И поэтому неприязнь, которую братья испытывали к нему, достигла своего апогея. И вот наступает момент, когда они отошли от дома, пасти свой скот, и Иосиф появляется вдали, их ненависть возобладала. И они решили убить Иосифа, и только Рувим попытался как-то этому воспрепятствовать. И говорится о том, что Рувим, услышав все, хотел избавить своего брата от смерти, поэтому сказал, не убьем его, не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить к отцу его. То есть буквально мы видим, что Рувим любой ценой хочет сохранить жизнь Иосифу, и подговаривает братьев бросить его в канаву, в глубокую яму, оставить на какую-то голодную смерть, потому что сам он надеется, что он вернется, спасет своего брата, и брат вернется в дом отца, цел и невредим. Но этого не произошло. Когда Рувим приходит, Иосифа уже там не оказалось. К тому моменту его уже продали в рабство. И Рувим очень опечален, расстроен этим обстоятельством. Итак, Рувим трижды пытается помочь тем, кто ему дорог, о ком он хочет позаботиться. Но несмотря на все благие намерения, все его усилия терпят неудачу. Он невольно оказался причиной самой болезненной ссоры между Лией и Рахилью. Отец по ошибке возложил на его плечи вину за тяжкий грех, предал проклятию на смертном одре. Ему не удалось спасти Иосифа. Рувим сердцем чувствует, что что-то идет не так. И он пытается что-то сделать, но ему как будто не хватает чего-то. Не хватает или решительности, или какой-то предупредительности, осторожности. Ведь он мог бы принести эти яблоки в тот момент, когда не будет рядом Рахили. Но он так торопится, и он так искренен и естественен в своих чувствах, что совершает ошибки. Ему следовало бы объясниться с отцом, что произошло на брачном ложе, и проявить какую-то настойчивость и смелость для того, чтобы спасти, и проявить какую-то смелость и настойчивость, чтобы спасти жизнь Иосифу. Но что же произошло, и чего по-настоящему не хватало Рувиму? Почему ему не хватало уверенности в самом себе? Книга Бытия дает простой и надежный ключ. Обратите внимание на следующие слова, в которых описывается рождение первых детей Лии и Иакова, потому что рождаются сначала дети от Лии. Говорится, «Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробы ее, а Рахиль была неплодна. Лия зачала, родила сына, нарекла ему имя Рувим, потому что сказала она, «Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой». И зачала опять, опять родила сына и сказала, «Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне сего». И поэтому нарекла ему имя Симеон. Она сама нарекает имена своим сыновьям, и каждое из этих имен – это как будто крик о помощи. «Господь видит, что я нелюбима». И как будто она проявляет последние силы для того, чтобы привлечь внимание Иакова к этой проблеме, для того, чтобы он ее заметил, для того, чтобы он ее принял и полюбил. Но Иаков явно этого слышать не хочет и не обращает на нее внимания. Рувим стал тем сыном, каким он стал. Ему не хватало внимания отца, потому что отец все время думал о ком-то другом. Он почти не заботился ни о его матери, ни о нем самом. Именно поэтому говорится, что Господь услышал, что меня презирают. Действительно была эта проблема. Рувим испытал во всей горечи это чувство обиды за презрение к своей матери и к самому себе, за это безразличие отца. И поэтому для нас это очень важный урок. Люди нуждаются в поддержке и внимании. Особенно дети, особенно те, кто еще только формируется, перед кем жизнь впереди. Особенно это внимание необходимо тем, кто будет старшим, кто будет лидером, кто станет главой семьи. И поэтому интересно сравнить неуверенного в себе Рувима с Иосифом, который, наоборот, был обласкан любовью своего отца, который рос в атмосфере любви со всех сторон. И если мы хотим, чтобы наши дети были уверены в себе, чтобы их усилия всегда увенчались успехом, необходимо их поощрять и хвалить, как делают это по-настоящему мудрые отцы и те, кто с ответственностью относятся к своему отцовству. Конечно, существует очень тонкая грань, которая отличает пренебрежение по отношению к кому-то и, наоборот, фаворитизм, когда, наоборот, оказывают слишком большое внимание и чрезмерную милость. И то, и другое оборачивается своими крайностями, потому что тот, кто слишком обласкан вниманием, легко может стать слишком самоуверенным в себе, эгоистом и будет совершать ошибки. Но совершенно необходимо всегда держать очень тонкое равновесие между тем и другим. Если мы в жизни призваны быть наставниками и выполнять роль лучей солнца, которые помогают другим расти и приносить в жизни плоды, нужно всегда помнить об этой обязанности проявлять отеческую заботу, заботу старшего над младшим, сильного, которое может помочь слабому, для того, чтобы потом в нашей жизни это приносило прекрасные плоды. На портале Экзегет.ру с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok